Штраф за оскорбление личности. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой ситуацией, в которой по каким-то причинам оскорбил кого-то или сам был и не заслужен, а кем-то оскорблен. Ситуация неприятная. Хотелось бы знать, как наказать обещика и не попасть под санкции. Интересно, что грозит за неуважительные высказывания в адрес оппонента. Здесь рассматривается «за оскорбление личности» какая статья и штраф предусмотрены законом РФ. Оскорбление – административное правонарушение или нет. Предусмотрена ли законно-уголовная ответственность или штраф за оскорбление личности. Термин «оскорбление» принято толковать как унижение чести и достоинства человека нецензурными словами, грубыми действиями, жестами и т. П. Обратите внимание. Не путайте это понятие с клеветой, которая является заведомо ложной информацией, подрывающей репутацию человека и порочащей его. Оскорбление относится к административным правонарушениям в отличие от клеветы. Предусмотрен административный штраф за оскорбление личности в России в соответствии с КАПРФ стаканов. 5.61. Оскорбление личности может окончиться судом и крупным штрафом. Размер штрафа составляет для физических лиц от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей. Сумма зависит от личности нарушителя и обстоятельств, в которых произошел инцидент. Штраф оформляется уполномоченными органами правопорядка. Штрафовать виновное лицо можно по решению мирового судей. Уголовная ответственность за оскорбление предусмотрена у КАРФ в двух случаях, если публичное оскорбление направлено в адрес представителя власти, сотрудника полиции, который находится при исполнении должностных обязанностей. Согласно УКАРФ стакан 319, если оскорбление направлено в адрес военнослужащего от другого военного. Согласно УКАРФ стакан 336, в остальных случаях оскорбление не расценивается как преступление и уголовная ответственность за него не предусмотрена. Штраф можно получить из-за оскорбления во время семейной ссоры. Можно ли оскорблять безнаказанно или наказать обидчика за такой проступок возможно? Можно? Допустим, что произошла ситуация, в которой в результате словесной перепалки с неким индивидом были задеты честь и достоинство второго человека. Например, нецензурной бранью или непристойными жестами, направленными в его адрес. И человек твердо решил не спускать это с рук правонарушителю, добиться для него наказания. И получить возмещение за моральный ущерб, который был ему нанесен. Его действия, во-первых, следует найти и собрать доказательства того, что оскорбление имело место как таковой. Найти свидетелей, которые подтвердят показания. Во-вторых, написать заявление в полицию участковому. Подать в прокуратуру или в суд иск о защите чести и достоинства для возмещения морального ущерба, опираясь на положение стакана. 150 гражданского кодекса. Нужно подробно изложить обстоятельства происшествия и приложить доказательства по делу, которые имеются. В-третьих, дела об оскорблении личности имеют срок давности 3 месяца. Рассматриваются мировым судьей. По истечении этого срока дело рассматриваться не будет и оштрафовать правонарушителя не получится. Если удастся доказать вину ответчика и суд вынесет штрафное решение, то штраф взыщут с него в течение 60 дней по решению суда. Если штраф не будет оплачен по истечении этого срока, то возможно дополнительная мера наказания. При составлении протокола по стакану. 20-25 КПРФ. Неуплата административного штрафа в установленный законом срок выплата штрафа в двойном размере. Обратите внимание. Толкование одной и той же ситуации двумя разными людьми разное. Если в конкретном случае оба оппонента взаимно оскорбляли друг друга, то второй участник конфликта также имеет право подать встречное заявление в суд, приложив к нему доказательства виновности первого участника конфликта. Штрафы за оскорбление. Что делать правонарушителю? Лучшее решение уладить конфликт мирным путем, признав вину и принеся искренние извинения оппоненту за такой проступок. Это сэкономит нервы, деньги, время и поможет сохранить репутацию. Если же дело дошло до суда и человек признан виновным, то судья назначит сумму штрафа, плюс материальные сдержки истца, который должен погасить ответчик. Важно! Оплатить такой штраф нужно в течение 60 дней с момента назначения. Можно обжаловать решение в суде. Для этого нужно подать заявление в прокуратуру и приложить к нему доказательства собственной невиновности, которая есть. За проявленное неуважение в сети интернет предусмотрена административная ответственность. Оскорбления в сети сейчас актуальной темой стали оскорбления в сети интернет, особенно в социальных сетях. Люди, сидя у экранов своих мониторов, пишут, что никогда не произнесли бы вслух, в реальности. За компьютером они чувствуют себя уверенно и безнаказанно. Часто комментарии пользователей оскорбительные. Важно! Употребление анинецензурных выражений «МАТТА» вызывает в человеке шквал негодования и желания наказать таких комментаторов. Рассчитывать в таком случае можно на взыскание административного штрафа за оскорбление личности согласно стакану. 5.61 КАПРФ К публичным оскорблениям в сети относят только оскорбления, выраженные в адрес человека или публичной личности в СМИ. В социальных сетях публичным оскорбления не считается. Чтобы довести дело до суда придется запастись терпением и упорством. Последовательность действий при сборе доказательств об оскорблении личности в сети интернет такова – написать администрации сайта. И уведомить о факте нарушения прав человека, сделать скриншоты тех записей, которые непосредственно несут в себе оскорбительный подтекст. Или прямые оскорбления – выяснить личные данные правонарушителя через интернет-провайдера, такие как IP-адрес F. И.О. Дважды достойны уважительного отношения к себе. Поэтому только представьте, сколько людей не пришлось бы штрафовать, если удалось бы сдержать гнев и не высказать нелестные комментарии в адрес другого человека. Дважды подумайте, прежде чем отправить кому-то обидный грубый месседжер. За каждым нарушением следует наказание. Немного терпимости, человечности, уважения и не возникнет необходимости оплачивать штраф за оскорбление личности. Лучше выносить уроки из чужих ошибок, чем допускать свои.